Добрый день, кто меня видит и слышит. В походном порядке у меня берут интервью. Повод нашего интервью тот, что переиздана моя книга номер 7, если это видно. Она небольшая, но ядреная. В том смысле, что я специально переиздал к столетию юбилею трагических событий 2017 года. Она неким образом является очень актуальной в наше время, поскольку она описывает проект, реализованный Сталиным. Как он создавал свой проект, как он добивался, чтобы получить возможность реализовать этот проект. Сегодня мы как раз последние 2-3 года все сходятся к тому, что наш проект, который сейчас в России, он подошел к своему некому завершению в глубоком кризисе. Надо менять общественно-экономическую формацию, иначе просто будет в России беда. Народ нищает. Даже официальная статистика говорит, сколько у нас живет ниже проличного минимума. То есть народ выживает. И поэтому есть некие исторические параллели. Я бы хотел еще заметить, что в свое время Сталин вписался в эволюционный процесс. То есть в середине 19 века от Шопенгауэра, от Ницше, из философии родилась наука психология. То есть ученые начали копаться в сознании человека, и в этом процессе пошли работы. Это психология человека, психология массы. Ученые поняли, что можно формировать человека и формировать общество. То есть можно создать новое общество. И поэтому там идеи были Блавацкая, Соловьева, Богочеловечества, Рудольфа Штейнера, Рерихов и так далее. В том числе Сталин в 1905 году создал свой проект, который написал в работе «Анархизм или социализм». К 1917 году у Ленина не было своего проекта. Он, если вы помните, писал уже на коленке в поезде «Апрельские тезисы». Маркс тоже не описал новый проект. То есть он очерстил некий мутный коммунизм. Он подробно написал о разрушении государства. Но как создать новое государство, новую формацию он не описал. А что такое государство? Это способ организации жизни общества. Поэтому столкнулись как бы два проекта. Проект Сталина, который был у него, он разрабатывал с 1905 года, с 28 лет. Очень научный. Он изучил Дарвина, Жан-Батиста Ламарко и других ученых, чтобы подойти к этому вопросу. И проект, который продвигал Троцкий. Троцкий не писал о нем, но он озвучивал. Это проект мировой революции. То есть посредством мировой революции это реализовало старые идеи господства над всей планетой, над всеми народами. Старая библейская ветхозаветная идея господ над всеми народами. Эту же идею поддерживал Ленин. Но Сталин каким-то чудесным образом, невообразимым, когда как только Ленин заболел, он начал борьбу со вторым вождем ради того, чтобы захватить власть и реализовать свой проект. Вот все в подробностях, в нюансах я здесь в этой книге все описал. Я думаю, это очень интересный, ценный опыт нашего народа, который следует изучить, что-то взять на вооружение. Я не утверждаю, что проект Сталина был идеальным. Там были и определенные ошибки. В то время он опирался еще на работы Маркса 1948 года о пролетаризации крестьянства, о превращении крестьян в его срабочие. Эта ошибка нам дорого обошлась. Это фактически была такая диверсия, я бы сказал бы, идеологическая Маркса. То есть Мордеха Леви, если правильно его называют по фамилии. Сталин, насколько я помню, уже к концу жизни, в 1952 году, разочаровался в марксизме и призвал ученых создать новую теорию. Поэтому он сам, я думаю, что изъял некоторые погрешности своего проекта, пытался их исправить. В принципе, много можно говорить на эту тему, но я достаточно показал, что тема 100-летней давности актуальна. Мы стоим на пороге, создаем новые проекты, есть разные варианты. Я свой проект уже в каких-то конфигурациях описывал в 2004 году в книге «Лекция президентом по истории философии и религии». Честно скажу, я кое-что доработал и, возможно, даже в ближайшее время, в этом году выйдет моя статья на эту тему. Желательный образ будущего России, что делать и так далее. Поэтому, кто неравнодушен к судьбе России, кто занимается вот этой интеллектуальной работой, созидательной, творческой, я думаю, книга номер 7 «Жестокие романтики против крови гегемонов» будет очень интересна и познавательна, и полезна. Все, спасибо, всех благ, всем успехов, удачи, до свидания.